Скажем, что Николаев успел ее откинуть в пятаках. Он опередил Миссюля, по большому счету, потому что Данил Миссюль тоже пытался это сделать, но вратарь оказался чуть быстрее. Еще одно бросование Николаевша его приняло, и что интересно, она долго была... Забьет, забьет, он забьет! Он забил! Друзья, это фантастика! Это гол вратаря Дмитрия Николаева в пустые ворота! И 4-2 в пользу сборной России! 800-й матч сборной команды России не мог быть другим. Здесь должно было случиться какое-то чудо. И вот это чудо! Вот это чудо! И поехал, 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 поехал! Я не знаю, а у нас на телевидении есть графика, чтобы вратарю отметить гол? Я надеюсь, что там, друзья, наши коллеги подготовились. Но это фантастика, это Дмитрий Николаев. И я сначала не мог понять, почему он так долго не фиксирует шайбу, почему он не дает ее партнерам или не откидывает на борт. А вот почему он решил, посмотрите, он принял, оценил ситуацию, и прямо по центру направил ее в пустые ворота. Но это на самом деле что-то просто невероятное. Это что-то просто невероятное. Николаев! Я второй раз такое вижу вживую. Первый раз это был Игорь Шестеркин в матче МХЛ. Но вот сейчас это Николаев.